И всем привет, друзья! Меня зовут Улайтер, и добро пожаловать во вселенную Робблокс! А именно сегодня мы вместе с вами будем играть в Роблокс в Бэд Варс. На самом деле, я сразу включил новый режим, который сюда добавили. Я специально зашел на эту карту, чтобы показать вам этот режим. И вы, наверное, не понимаете, что сейчас происходит, почему здесь так много народу. А здесь много народу, потому что этот Бэд Варс будет 100 на 100. О, здесь будет просто сейчас максимальное какое-то мракобесие, 100 человек здесь всего участвуют. То есть посмотрите, сколько островов, столько, сколько команд. И я так понимаю, если присмотреться, то в каждой команде по 3 человека. Это, в принципе, достаточно справедливо. Я первый раз вообще пробую в это играть. Я, честно говоря, не знаю, чем это все закончится, потому что такая толпа народу сейчас просто начнется какое-то мясо. Ладно, давайте по порядку. Сегодня у меня просто суперхорошее настроение, а поэтому мы сначала начинаем лутать. Слитки — это наши денежки. Мы их лутаем для того, чтобы купить себе различные приколюшки. Вот я налутал уже целых 27 слитков. Я думаю, что мне, наверное, нужно будет налутать, ну, может быть, 50 для того, чтобы купить броню. Потому что, знаете, и вот то, что там происходит, присмотритесь внимательно, пожалуйста, присмотритесь. Там уже начинается что-то нехорошее. Люди уже друг с другом начинают меситься, начинают биться. Но, друзья, я просто предположу, что здесь нам нужно будет использовать тактику просто, ну, типа АФК. То есть пускай они все передерутся, а мы в конце просто подойдем, уже такие налутанные, знаете, все такие сильные, и попробуем их перелупить. Так, конечно же, я беру броню, как я уже говорил. Ну и следующим моментом я куплю себе обязательно лук. А почему лук? Потому что у меня Ванесса, и вы прекрасно знаете, что у Ванессы есть специальная суперспособность. Если мы покупаем лук и начинаем из него стрелять, то мы вместо одной стрелы выпускаем целых 3. А это говорит о том, что мы сразу наносим в 3 раза больше урона и гораздо дальше отталкиваем своих противников. Я сейчас вам все покажу. Давайте покупаем лук. А, 40 он стоит, я думал 30. Ну, окей, возьму за 40. В любом случае его надо покупать. Смотрите, лук у меня есть. Вот так вот он выглядит. Ну, я, в принципе, думаю, и так все знают. И теперь мы с вами накопим на стрелы и попробуем в кого-нибудь запульнуть. Так, давайте сразу посмотрим, какие кровати уже сломаны. Вот здесь вот справа сверху показывает, что только у одной команды сломали кровать. Нашу кровать, я так понимаю, парень застроил. Ну, правильно, пускай он это сделает. А мы с вами покупаем стрелы. Смотрите, стрелы куплены. И давайте попробуем в кого-нибудь шмальнуть. Вон там пацанчики какие-то стоят. Давайте-ка поприветствуем их. Парни, привет. Так, я попал или нет? Я не понял, подлагнула. Так, опа. О, вот это хороший выстрел. Смотрите-ка, вот это неплохо. Давайте еще разочек попробуем. Так, отлично, тоже попал. Но я думаю, сейчас бессмысленно будет просто так тратить стрелы. Мы просто проэкспериментировали. Я думаю, что надо будет готовиться к такому моменту, когда к нам будут подходить противники. Блин, это, кстати, единственный Бэдварс игра у меня, в которой я просто очень долго стою на базе. Но зато я играю за лучника. Так, все, покупаем еще немножечко стрел. Можно... Кстати, вы заметили, как лагает? Это не то, что у меня компьютер слабый. Это из-за того, что очень много игроков. Вау, нифига себе тут что настроили. Так, давайте-ка пойдемте вот сюда. Посмотрим, что тут у парней. Кровать еще не разломана. Можем попытаться это сделать. Но я, наверное, буду все-таки помогать из лука стрелять в этих негодяев. Так, а если я сломаю кровать? Ну-ка, я уже ее ломаю. Парни, у вас... У парней, у вас не осталось кровати. Вам нормально вообще? Алло, парни. Так, хорошо, я убегу отсюда, пожалуй. Пока меня не столкнули вниз. Самое главное, что кровать у них уже разломана. То есть у наших соседей нет кровати. Больше они возрождаться не смогут. Соответственно, будем их просто обстреливать вот таким вот образом. Я думаю, что кого-нибудь мы доубьем. О, один сам свалился, смотрите-ка. Наверное, просто с испугу. Так, еще давай, получай. Так, отлично. Сейчас еще немножко я их настреляю, а потом мы пойдем их добивать из меча. Давайте мечом теперь попинаем, парни. Так, мы одного напинали. Второй пытается от нас убежать. Но у него вряд ли что-то получится, потому что мои-то стрелы очень хорошо стреляют. И посмотрите, я просто сталкиваю его вниз. Отлично, команда повержена. Полностью сейчас весь доход у них заберем. Ой-ой-ой, ты что на меня напал? Так, убегаем, потому что броня у меня не такая сильная. Отлично, убежали. 120 слитков серебра у меня есть. Отлично. Покупаем покруче броню. И посмотрите, теперь я в железе. Меч. Ну, я не знаю насчет меча. Мне, наверное, сейчас будет лучше купить стрелы. Давайте, наверное, да, на стрелы накопим. Но вы заметили, как хорошо получается у меня играть? Моя тактика неплохая. Так, парниша, а что вы тут делаете-то, парни? Стой, стой, стой. Дай я в тебя хоть выстрелю разочек. Может быть, ты упадешь вниз. Не попал. Попал в другого. Так, кто это сюда бежит? Ой-ой-ой-ой. Это мой тиммейт, кажется. Надо его спасать. О, я кого-то убил. Так-так-так-так, это что такое? Не-не-не-не-не, не надо тут по моей базе бегать. Так, давайте-ка попробуем его столкнуть в бездну. Эй, отправляйся к дьяволу. Так, смотрите-ка, не хочет он никуда убегать. Не хочет падать, точнее. Так, ладно. Уже творится непонятно что. Как мне отсюда выбраться? Да что ж вы делаете-то со мной? Так, все. Я, пожалуй, побуду здесь, пока меня не убили. Ребят, давайте, знаете, что подумаем? Тут вроде наши тиммейты как бы обороняются. Может быть, нам сбегать... Да, господи, иди отсюда. Может быть, нам сбегать в центр, попробовать залутать изумруды? Я так понимаю, в центр что-то особо никто не рвется. А, у меня еще стрелы закончились. Сейчас налутаем стрел. Секундочку. Слитки накапают. Можно, конечно, на ту базу пойти. Не, лучше я здесь налутаю. Мне, в принципе, стрел-то немного нужно. Сколько они стоят? 16, по-моему, да. 8 стрел возьмем. Больше пока что брать не буду. Давайте начнем сразу строиться в центр. Потому что я вообще не вижу, что в центре кто-то был. Так, отлично. Теперь вот сюда. Здесь нам блоки не понадобится ставить. Давайте осмотримся. Смотрите-ка, здесь есть алмазики. Это суперкруто. 5 штук, друзья. 5 алмазиков я залутал. Это очень хорошо. Что еще тут можно лутануть? А, вон изумруды вот там вот вообще. Мне, кстати, наверное, туда блоков не хватит достроиться. Так, нет, я туда не пойду. Ну, давайте попробуем. В любом случае, попытка не пытка. Сколько блоков хватит, до туда и доберемся. Так, 19 осталось. Так, забираемся сюда. Здесь у нас какие-то домики. И вот изумрудики у нас уже вот здесь. Ну, мне надо как-то вот аккуратно. О, отлично добрался. 3 изумруда! Нифига себе! Да тут их вообще не лутают. Так, друзья, давайте не будем стесняться. Тогда сразу по всем спотам пробежим. И, если что, мы сейчас купим с вами уже как раз-таки алмазный меч. Он будет наносить очень много урона. И это, конечно, то, что нам нужно. Здесь я без проблем пробегаю сейчас по всем спотам. Сколько у меня всего изумрудов будет? По идее, 9 или больше? Сейчас узнаем. Так, лутаемся вот здесь. Уже 7. Значит, здесь кто-то уже изумрудики брал. Так, вот сюда я могу спуститься. Да, давайте спустимся аккуратно. Ой-ой-ой-ой, это нехорошо. Это очень нехорошо. Он забирает мои изумруды. Но при этом у него меч серебряный. Он меня сейчас убьет. Нет, сейчас кажется мне будет капец. А я даже не знаю, куда от него убежать. Да кошмар какой! Он меня убил, друзья! Наша кровать была сломана, и мне пришлось проиграть эту игру. Ё-моё! Ладно, но было интересно. Честно скажу, было интересно. Но нужно отдать должное, что немножечко подлагивало. За счет того, какое количество человек здесь играло. Ну, подлагивало, ладно. Давайте теперь попробуем сыграть что-нибудь попроще. Потому что игру на 100 человек я вам показал. Давайте попробуем сыграть... Ну, я даже не знаю. В соло-режим я не хочу. Давайте в дуэль, наверное. Да, дуэль 2 на 2. Кстати, а какие тут еще костюмы доступны? Смотрите-ка. Можно взять арчера, пекаря, или же девочку, которая использует лассо. Давайте, знаете, попробуем вместо Ванессы взять вот такого лучника. У него плюс 15 к урону снарядами и доступ к тактическому арбалету. То есть там какой-то суперарбалет. Ну, давайте попробуем, да? Почему бы и нет? Сейчас я выбрал режим дуэль 2 на 2. Соответственно, мне сейчас подкинет какого-нибудь игрока. И мы вместе с ним будем играть против двух других игроков. Это, кстати, надо сказать, один из самых приятных режимов в этом Бэдварсе. Но, я так понимаю, этот режим скоро уберут. Ух, так, игра загружается. На какую карту мы с вами попали? Давайте посмотрим. На снежную. Отлично. Так, кто будет со мной в команде? Я играю за красного. Значит, со мной будет вот этот паренек. Привет, паренек. Все, сейчас мы с тобой сыграемся. Знаете, я, наверное, сейчас попробую выбрать тактику. Ну, я, честно говоря, не пробовал такую. Но мы можем попробовать. Смотрите. Мы сейчас наступаем на слитки. Они нам, получается, и мне идут в карман, и ему идут в карман эти слитки. Мы можем сейчас, знаете, что сделать? Просто взять и выкинуть эти слитки моему напарнику. Блин, что ты... Встань на генератор, ты же тоже получаешь. Не хочет. Я думал, сейчас ему просто все слитки отдать. Просто чтобы, знаете, считай, доход в два раза больше у него бы был. Ну, ладно. Так, где противники? Противники сюда вроде как не строятся. Пока что бежать за алмазами, наверное, рановато. Давайте посмотрим, сколько стоит тактический арбалет. 10 изумрудов? Нет, друзья, это будет сложно накопить на самом деле. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Так, первым делом я, наверное, возьму все-таки броню, как всегда. Броня очень сильно поможет. Я вот уже вижу, кто-то к нам начинает строиться. Да, 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 да. Противник уже начинает бежать сюда. Поэтому хватаем броню и... А, у него не хватило блоков. Посмотрите, у него не хватило блоков шерсти, чтобы до меня добежать. Окей. Тогда у меня будет время сейчас еще накопить на меч. И вот тогда уже можно будет идти с ними воевать. Потому что, я так понимаю, они все свои доходы спустили на блоки шерсти, чтобы к нам добраться. Так, смотрите-ка. 18, 19, 20. Отлично. Берем меч. Отлично. Так. Теперь поднакопим на блоки шерсти и сразу бежим к ним. Я так понимаю, за счет того, что они все потратили на шерсть, они, наверное, залутали какие-то алмазы и изумруды. Но, по крайней мере, ничего не мешает нам сейчас пойти и их отнять. Сейчас мы попробуем это сделать. Так, берем побольше шерсти. Да, вот столько будет достаточно. И бежим к ним. А здесь они уже чуть-чуть что-то построили. Давайте вот так вот тоже сделаем. Опа. Так, парень. О, ты тоже в броне. Ты как и я в броне и с мечом. Ну, сейчас посмотрим, кто выиграет. Отлично. Одного уничтожили. Но мне с него ничего не выпало. Жизни у меня маловато. Но за алмазами мне прям... Ну, вот очень надо, если честно. Вот прям очень хочу алмазы, которые помогут моей команде. Так, кто-то упал вниз. Пять алмазов, друзья. Что же вы не залутали алмазы? Так, я убегаю домой. Надеюсь, я сейчас не упаду в бездну. Так, о, изумруды еще можно на обратном пути залутать. Три изумруда. Шикарно. Че я сделал? Как я... Я думал, там нет обрыва. Я упал прямо в обрыв. Капец, какая-то была ошибка. Ё-моё, друзья. Нет, ну такие глупости. Такие глупости, конечно. Ладно. Не будем расстраиваться. Сразу хватаем меч. Блоки шерсти, что, будем брать или нет? Наверное, надо. Да, я, кстати, наверное, в этот раз побольше возьму. Я тогда сейчас просто достроюсь до другого спота алмазов. Но в этот раз я такую ошибку уже, наверное, не допущу. Надо быть повнимательней. Блин, ну потерять три изумруды и алмазы, это, конечно, очень неприятно. Так, строимся сразу вот сюда. И вот тут у нас уже есть алмазики. Сколько тут их? Пять штук. Отлично, пять штук есть. Кто там? Что? Я какой-то звук услышал. Так, смотрите-ка. Теперь возвращаемся назад. И я сейчас эти алмазы потрачу обязательно на улучшение генератора команд. Я помню, мне кто-то в комментариях написал, что это очень важная штука. Смотрите-ка, вот она. Вот здесь. Мы покупаем ее за алмазы и, соответственно, у нас в два раза, ну, в полтора быстрее капают слитки. Это очень важно. Так, что там у нас происходит? Пока что вроде ничего. Выиграть, конечно, хочется. Может быть, сейчас, знаете, давайте купим, наверное, серебряный меч. С ним уже будет поинтереснее играть. Так, вот он. Покупаем. А лук я в этой игре брать не буду, потому что бессмысленно, так как я играю не за Ванессу. Так, возьму еще немножко шерсти. Так, куда теперь можно побежать? Наверное, давайте попробуем за изумрудами. Хотя я видел, что сейчас их кто-то здесь уже лутал. Можно вот так вот нагло даже построиться. Ах ты какой негодяй! Иди-ка сюда, отдай мои изумруды! Вот нахал-то, смотрите-ка, и убегает. А у меня серебряный меч, дружище. Он очень сильно бьет. Я думаю, что мне получится сейчас его забить. Я прям даже не поленюсь, до базы добегу. Куда же ты бежишь, мой хороший? Остановись! Давайте допинаем его. Допинали. Этого можно тоже немножко проучить. Его тоже напинали. Но я вернусь назад. Я не буду ломать им сейчас базу. Почему? Потому что мне просто не хватит сил. Нужно было брать ножницы. Ножницами я бы, конечно, раскопал всю их базу. Но я даже не думал, что до нее побегу. Так, теперь, парни, смотрите, что мы делаем. Так, встроимся сюда и берем еще алмазики. А где мой, кстати, тиммейт? Вот это хороший вопрос. Я не понимаю, чем он занимается. Что-то его не слышно, не видно. Он, по-моему, просто стоит на базе и что-то там покупает. Да? Смотрите-ка. Ну, смотрите-ка, что он делает. Так, что еще можно купить за алмазы? Давайте, наверное, разблокируем сейчас... Так, разблокируем вот это, чтобы можно было купить алмазный меч. И отправимся за изумрудами. Изумруды сейчас, я думаю, что наспавнились достаточно хорошо. Также начинаем... Ну, вот так вот. Просто в наглую делаем. Опа. О, отлично! Четыре изумруда! Ну все, нет, все, друзья. Это заявка на победу. Смотрите, что сейчас будет. Так, я еще даже не поленюсь сходить за одним алмазом. Сейчас тоже покажу, зачем. И смотрите, что сейчас произойдет. Так, пять алмазов у меня в кармане. Возвращаемся сейчас на базу. Где у нас тут? Вот сюда. Этот парень постоянно воюет, что ли? Я не понимаю, почему он все время выбегает с базы и обратно никак не возвращается. Смотрите, за эти алмазы мы покупаем, улучшаем броню себе. И также мы покупаем из алмазный меч. Все, алмазный меч у меня в руке. На эти слитки мы сейчас возьмем себе... Я даже не буду брать алмазную броню. Мы просто сейчас купим себе железную броню. Чуть поднакопим. Так, что у нас там? Ну да, пацаны просто что-то прыгают, бегают. Но как бы вот он сюда идет. А зачем? Не надо сюда идти. Так, по-моему, он там достал лук. Все, покупаем эту броню. Теперь, смотрите, мы в железе. Кто сюда пришел? Ой-ой-ой, это ты зря, парень. Это ты зря. Ты сейчас получишь алмазным мечом. Ну, а как ты хотел на чужую базу залезать? И, друзья, сейчас, смотрите, берем самый главный инструмент в этой игре. Это у нас, получается, ножницы. А где они? А где ножницы? А, вот они. Вот, все, нашел. Так, и можно, кстати, еще купить топор. Вот этот топорик маленький. Этого будет достаточно, в принципе. Все, и теперь... А, блоки забыл. Сейчас берем блоки еще. Так, о чем... Э, дай мои слитки, мне нужны блоки. Мне немножко нужно. Вот столько. Я думаю, достаточно будет. Еще немножко. Все. И я сейчас просто в соло пойду попробую разрушить им кровать. Смотрите, что будет. Ножницами я смогу срезать лишнюю шерсть, которая защищает их кровать. Ну, а алмазным мечом придется поработать для того, чтобы их уничтожить. Смотрите-ка. Они собирают изумруды, но это, по-моему, вообще бесполезно. Зачем ты берешь изумруды, если ты ничего не можешь сделать? Пробираемся быстренько сюда и сразу начинаем ломать шерсть. А, можно уже кровать ломать. А, вот так вот просто, да? То есть тебе кровать не нужна была, парень? Ну, понятно, окей. Так, а ты что делаешь? Ты просто стоишь, лутаешь серебро. Ну, на, я тебя просто убью. Ты больше не возродишься. И теперь мы с вами, парни, бегаем за следующим. Где у нас там последний игрок? Нужно его убить, и игра будет выиграна. В принципе, ничего сложного здесь не было. Тут, на самом деле, противники много оплошностей допустили. Бегали, что-то собирали ресурсы, но при этом ни на что не накопили. Все понятно. Он сам упал вниз. Ну, и, соответственно, друзья, это победа. Отлично. Хорошая победа, хорошая игра. Я, мне кажется, тут один всю игру играл, и все это дело выиграл, так сказать. Круто. Так, сейчас мы с вами вернемся в лобби, друзья. Вот, кстати, видите, даже написано 100 плеер рояль. И, в принципе, на этом можно закончить. Два хороших бедварс я сегодня вам показал, друзья. Я надеюсь, что вы подпишетесь на канал, поставите лайк, ну и, конечно же, включите уведомления. Потому что, если вы их включите, вы мне очень сильно поможете в продвижении моего YouTube-канала. На этом я с вами прощаюсь. Меня звали Лайтер. Всем хорошего настроения, и пока.